всем ребят привет вернулись мы на свой старый шурф который мы замутили именно в доме так просто спонтанно начинается уже мелкая ломочка и лишь бы где-нибудь покопать выбрал такой домик незрачный ничего особенного но находки здесь я уверяю вас если вы смотрели предыдущие видео просто шикарный первый день откопали 24 монеты второй день откопали 29 третий день 34 в общем классно уже 85 монет с этого дома забрали и сегодня я приехал основную часть дома до шурфить здесь остался небольшой участок уголок и мы его думаю сегодня добьем но к чему я начал это видеосъемку и сейчас я буду делать раз консервацию своего шурфа который я делал на предыдущем выпуске потому что у нас уже морозы ночью достигает до 18 градусов это уже серьезная температура для земли промерзает махом но радует то что здесь ветра нету основная масса земли промерзает именно из-за холодных ветров здесь ветра нету и в принципе можно покопать если верхний слой снимать но я в прошлом видео здесь законсервировал свою работу ну вот как вы видите здесь консервация меня прошла именно вот таким вот образом стенку которую я последний раз копал здесь вот я это все прикрыл видите земля промерзла и сейчас мы все это будем снимать бомбить мы будем остаток замусоренного участка это вот это это сегодня в планах у меня закончить этот дом так что посмотрим думаю земляной дед как прошлые разы меня не обидит здесь было серебро вот так что последняя находка именно здесь было серебряное колечко вот такая вот вещица это у нас кольцо и не просто кольцо а серебряная здесь вот было 20 копеек рсфср вски ох 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 это у нас серебро серебро ребят увидел рсфср и это у нас серебро ты до этого было тоже серебро но самое интересное то что вот в этом углу я поднял а закладной пятак именно из-под фундамента здесь как вы видите дом бревенчатый срубовой но стоит на камне вот он фундамент стоит на камне вот с той стороны я вам показывал что кто-то пытался поднять что-то между первым и вторым венцом но безуспешно уже были морозы но я нашел именно не между первым вторым венцом а под самим фундаментом так что если любопытно можете заглянуть на предыдущий выпуск и посмотреть а сейчас будем раз консервации делать видите пакет хорошо скрывается второй пакет потом я деревяшкой это все прикрыл потом здесь у меня тряпки всякие пенопласт в общем весь мусор который здесь был и смотрите пальцем видите земля то мягкая мягкая классненько так что сейчас будем без проблем ковыряться но проблема в том что верхний слой который здесь раньше камрад какой-то пытался зашурпить накидал хаотично беспорядочно и получается вот такие комки вот видите ком он очень тяжелый был вот так что придется немножко поворочить здесь еще и камушки ладно вступление есть значит видос у нас тоже есть такую гирю на прошлом копе поднял была богата русь богатырями что у гири вот они про ушины сломали так вот у про ушины были ладно все хорошо вступление есть поехали дальше итак ребята после 20 минут борьбы замерзшим старым грунтом вот они камушки лежат я их прозваниваю тоже систематически тем что в таких валунах тоже могут быть сигналы но нет ничего там нету и наконец-то первая монета вот на монетка 20 копеек 36 вот видите какая с этой страны мокрая только что земля отвалилась с другой стороны вообще сухая 36 год неплохой год неплохой зачета крупная монета всегда радует значит и мелкие тут тоже есть продолжаем так ребят немножко я стал разочаровываться в шорфе почему-то вот потому что у меня очень была большая надежда на этот периметр но вот такой кусок уже пошел фил наверное метр на метр одна монета всего-навсего вот и я как бы уже знаете начал разочаровываться своих надеждах но был сигнальчик и вот из этой вот темноты вылез вот такой вот смотрите очередной красавица это уже с этого шурфа 3 смотрите как у крест большой рельеф высокий смотрите какой даже грязь почему-то между крестом и всеми деталями почему-то не забита с этой стороны что у нас то же самое очень хороший высокий рельеф ушко на месте тут смотрите проросла даже какая-то фиговина может ниточка старая была похожа на ниточку вот такой крест приятный зачетный среднего размера они бывают маленькие и вот такие вот среднего есть большие аж на четыре пальца приятная находка забираем здесь молитва честному кресту если кто не знает 18 19 век мужской нательный ладно нет нет но дед чем подкиньте у меня интерес продолжается дек ребята выкопал я монетку одну думал лабуда советская камень неинтересно но нет у нас получается 10 копеек 36 года до этого было 20 копеек 36 сейчас 10 копеек но такие монетки еще радует 36 год приятно ладно продолжаем итак ребят борюсь я замерзшими вот такими вот хреновинами вот смотрите грунт которым остановился камрад замерзший и я копаю вот уже внизу то что осталось и докуда он не докопал только что боролся с большим огромным валом я эти валы сейчас использую как перегородки вот досок как бы нету я эти валы использую как перегородки и вот это перегородочка вот это вал которая только что обломал очень весит болен я его кое-как от земли приподнимаю смотрите какая толстая замерзшая и у меня сегодня помощник вот это вот ломик и как как сказал один известный ученый я думаю все знают его была бы точка опора и якобы смог перевернуть весь мир но у меня находка вот она именно оттуда откуда камрад не дошел и нету нас советик смотрите проглядывается но сохран я думаю будет отвратительной болячки не сойдут и это у нас тревожка 3 копейки год год цирка выводе не знаю с роковой вроде вот монета кости попадаются вот на костяшка это означает что здесь кошачий угол наверно был косточки попадаются так что монет конечно же тут маловато походу из-за этого камрад ушел потому что здесь ковырнул там ковырнул находок не было и я вот думал здесь будет шикарное местечко но к сожалению по находкам фигово всего-навсего 4 находки ну не знаю еще как говорится не вечер продолжаем место хорошего тем что ветра нету снег не сыпет в общем благодать копай себе и копай вот чем надо заниматься в зимнюю погоду когда начинается ломка и хочется покопать взять лопату металлоискатель и поискать монетки вот вам альтернатива ищите старый заброшенный домик в данном случае у меня полов не было и я вот говоря если полы есть дом ничейный хозяев нету информацию у соседей спрашивали то можно и поковыряться в земельке так что ладно продолжаем зимушку нашу перезимовывать именно вот таким вот способом продолжаем ходить копать и и чего нибудь эдакое находить итак ребят сел я перекурить чай попить вот сижу и думаю как же бороться с очень толстым слоем замерзшего слоя ломик к сожалению не берет вот и не знаю что делать уже подкопал очень сильно должна по идее подвесом обрухнуть но почему то не это не происходит и вот сижу и под ноги смотрю себе и увидел вот такую крышечку крышечка ничего такого нету это у нас кока кола к чему я это говорю чистящим средством которым я сейчас чищу вот это в принципе в принципе и есть этот практически напиток потому что в кока-коле у нас присутствует ортофосфорная кислота вот именно этой кислотой я и чищу свои монеты в идеале брать чистый состав кислоты меня мешать его один к трем с водой и получая получается именно та смесь которая нужно чистить мои монеты ну и ваши в принципе так что к чему я говорю то что эта кислота а используется именно в продукции которую мы очень часто употребляем и очень сильно любим то есть в кока-коле так что вот так вот если мы живем вот после этого напитка после этой ортофосфорной кислоты монеты живут тем более если кто советского времени помнит радиаторы автомобильные числи именно кока-колой заливали туда тем самым промывали автомобильные радиаторы но это уже возраст такой знаете постарше меня сейчас молодежь конечно этим средствами уже не пользуется так что вот так продолжаем отдыхать и думать как бороться вот с этим вот налетом замерзшим так что ладно с находками чего особенного всего-навсего 4 монеты 5 находок вот так что вот так вот ну ладно продолжаем и так ребят другого выхода я не нашел и решил долбить ломиком продолбил уже вот такой вот объем сейчас вот это здорово льдина как рухнет я и конечно с места не сдвину нужно будет ее еще долбить но мне самое главное вот этот участок весь я из любопытства посчитал чтобы одну дырку в земле сделать мне пришлось ломиком со всего размаха ударять 32 32 до 32 раза чтобы продолбить дырку это вам не лед лед колется а здесь нифига не колется он просто продавливает конечно землю долбить неблагодарное дело тяжело конечно уж если будете заниматься таким делом долбить первый слой реально очень тяжело так что вот так вот сейчас все это я буду обваливать ну наверное минут 15 еще точно уйдет а потом только возьмемся за прибор и за лопату отдыхает пока ребят одолел я эту льдинку вот он вал хорошо на две части вот это конечно не приподниму а это еще можно попробовать так что у нас с культурным слоем но в принципе ничего хорошего конечно нет здесь вот еще более менее вот там вот не особо интересно так что у нас тут надо перевернуть этот камушек блях твою вот видите что здесь вот такая вот нужна что у нас тут верховых нет монет ну ладно сейчас будем корячиться убирать все это дело ну и наконец-то ребята у меня сигнал был и выпала монета к сожалению что за монеты не могу но размером наверное трешка советская или же лепетак все таки советский не знаю если что-то интересное я вам конечно покажу сейчас без вашего участия ее почищу немножко датирую если что-то интересное как минимум если пятак трешка или же царь царь вряд ли более тонкий я вам конечно озвучу номинал данной монеты а так ладно продолжаем и так ребят еще одна находка это монетка смотрим что за монета или не смотрим блин красная красная монета 3 копейки но это я не считаю за находку 3 копейки 61 года ну ладно как находка можно отметить монета она в африке монета но к сожалению такие находки в шурфе не радуют совсем не радует вот если на пляже такие монетки находить улыбка на лице просто натягивается а здесь наоборот стягивается ладно кстати монетку которую я до этого поднял тоже была советская пятачок 61 год пока не густо в общей сложности 6 монет ладно идем дальше итак ребят еще одна монета в этом же отвале и что за монета тоже какая-то советская судя по наросту это тоже период где-то шестидесятых ну наверное да нарост именно вот на таких вот монетах советских после 60 именно такого вот характера и монета красная да вон проглядывается СССР союз советских и все больше ничего не видно ладно ну ладно хоть сигналы пошли именно с этого вот места сигналы пошли с этого места итак ребят находка находка монетка вот она опять советик о ну это хоть радует 20 копеек рамочник приятно приятно последние 4 монеты были после 60 года а это 46 приятно приятно медленно и сохранчик бодрый никаких болячек на ней нету зачет приятно ладно сейчас наверное чаек последний раз попьем и поедем наверное домой потому что темнеет у нас очень-очень быстро так что вот так вот копилка наша вот такая сегодня не особо и так ребят находка находка в отвале вот такой отменит вас что-то белое это уже радует что не красное это у нас так что ничего пока не видно серебро что ли не знаю сейчас на свет вот так что у нас за монеты так не знаю смотрю вместе с вами через объектив что-то белое это 15 копеек 15 копеек рамочник все не серебро ну ладно продолжаем и так ребята уже стемнело и я думаю закругляться закругляться вот на такой находке снова сказать не могу что за монета нарост отвратительный черная номинал прочитать не могу но по размеру наверное двадцатка или трешка по толщине хочу сказать что это советик и все все что могу сказать про эту монету так что сегодня получилось не особо интересно с находками но думаю все цело видос получился тем что поднял я сегодня вот такое количество монет так что получилось крест приятный вообще шикарный по монетам что у нас тут двадцатка тридцать шестого десять копеек тридцать шестого это у нас 61 это 46 двадцатка 46 это я сказать не могу но пятнашка в квадрате это у нас тоже 61 первый это я вам только что говорил что не знаю и на глубине были вот такие вот десять копеек ходячек вот так вот сегодня получилось копейка еще какая то была советская и получилось раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один двенадцать монет двенадцать монет еще бы три штучки и было бы вот с этого участка ну сколько здесь раз два три четыре пять пять на пять дом наверное почти сто монет но я думаю сто монет тут точно будет потому что вот здесь вот еще этот завал я его не хочу трогать потому что очень много сил отдал вот именно на этот участок но к сожалению тут не получилось то что должно быть я думал перспективы здесь будет хорошая монет будет много так как это здесь под окнами но получилось наоборот около окошек почему-то не было все было возле печи мы здесь вот все обилие находок было бы здесь вот и хочу наверное все таки сюда еще раз приехать и шурфануть вот это место вот этот вход 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 именно вот этот участок вход как раз затрачу на это целый день он наверное не промерз потому что здесь видите опилки засыпка которая с крыш наверное скорее всего упала когда вы здесь вот крыша была вот так что наверное когда уж сильно заломает приеду сюда и его конечно же добью и результат конечно вам покажу вот эту часть я думаю даже не прозванить не трогать вот именно самое интересное вот это вот вот это вот походная часть вот это вот походная часть кстати здесь окошко такой же как и там это значит не пристрой это значит тоже был жилой так печки здесь не было потому что вывода нету до печки не было не знаю комнаты здесь было ли что ну сразу вход в дом не знаю любопытно здесь я даже трогать не буду потому что стена смотрите на ладом дышит даже и трогать не буду так что вот так вот вот здесь вот буду ну а сейчас пару слов на прощание и так ребята на этом я и закончил свой сегодняшний коп обзором хотя обзор уже сделали хочу сказать то что сегодняшний день я как бы думал о ней от него больше его взять потому что оставил напоследок вкусняшку но к сожалению вкусняшки здесь почему-то не оказалось всего-навсего 11 монет и это конечно же не тот результат который я хотел потому что я считал что возле окон будет самый цинус находок но к сожалению получилось наоборот находки были в основном на проходной части и возле печи так что имейте ввиду когда начинаете шурпить около печек оказывается находок куда больше по данному случаю именно в этом доме дом такой бедненький я в смысле визуально но находок получилось 100 монет вот так что все равно это не предел здесь как вы видите я вам только что показывал еще место для шурпа есть возможно будут под порогом закладные монеты как вы знаете здесь я поднимал закладную именно не между бревнами между венцами а именно в фундаменте который стоит этот дом фундамент состоит из камня вот так что я удивился конечно этому что закладная монета находится именно в фундаменте а не между первым и вторым венцом так что получилось вот так вот на этом я и закончу будет еще один выход именно на этот дом даже не один а несколько вот так что смотрим довольно таки интересно таким образом мы снимаем именно ломку ну и все кого ломает сильно берите ломик топорик лопату и прибор и снимайте ломку именно в таких заброшенных домах но спросите у соседей есть ли хозяева если хозяев нет то возьмите разрешение у соседей что можно здесь поковыряться или нет иначе получится так что соседи вызовут сотрудников милиции и вам конечно навтыкают очень и очень здорово по самые помидоры на этом и все напутствие наставление сделал так что все всем пока и до следующих встреч именно со мной на моем канале и в зимнюю погоду пока пока